Олег Лешко с нами на прямой связи, сейчас с Олегом Валерьевичем продолжим разговор. Витаю, панел Лежа, добрый вечер вам. Привет, Тихон. Витаю. Опять эти разговоры. Вроде бы на несколько недель все утихло, после того, как и президент публично сказал, что выборы, несмотря ни на что, будут. Но из-за увеличения заразившихся и, к сожалению, большего количества летальных случаев, эта проблематика вновь актуальна. Как вы думаете, есть основания сегодня говорить о том, что нужно, как минимум, возможности и вероятность принятия такого решения анализировать и к этому готовиться? Представ для перенесения выборов, на мою думку, нет. Но я не выключаю, что влада пытается использовать коронавирус как привод для перенесения выборов. Чему? Згадайте историю, когда Порошенко под приводом військового стану, после захопления кораблей в Керченском протосе, хотел скасовать и перенести на несколько месяцев, вообще на невизначенный термин, президентские выборы. И самая команда Радикальної партии в минулому парламенте, вместе с командой Батьковщины и другими, мы их переконали, чтобы не дать этого сделать. На жаль, я не смогу на тих президентских выборах, но ключевое в украинцах никто не имеет права забирать право выбору. Мне кажется, что эта истерия, которая нагнетается с коронавирусом, преследует одну мету. Во-первых, чтобы разорвать выборы, даже если они формально отбудутся. Потому что, представьте себе, например, виборчая дельница, где зарестрировано порядка 2-3 тысячи людей в Киеве. Дистанция между ними по 1,5-2 метра с дотриманием всех процедур. Сколько людей встигне за день із 8-го ранку до 8-го вечера проголосувати? У кращому випадку, дай Боже, 500 человек. Тому я думаю, что в владе, вместо того, чтобы нагонять истерию, треба делать реальні речи, чтобы защитить жизнь и здоровье украинцев. Вон, с 1 вересня дети пішли в школу, и все за свои гроші батьки купуют своим дитям маски и засоби защиту. У меня вопрос к уряду и парламенту. Где 65 миллиардов гривен, которые были выделены на коронавирус? Почему не подготовились до 1 вересня, чтобы школы, вузы, ліцеи, ПТУ полностью за рахунок коронавирусного фонда забезпечить засобами защиту ученей, студентов, выкладчиков, вчителей, для того, чтобы люди не тратили свои гроші? Тому меньше говорить про коронавирус, а сделать все, чтобы его меньше было в Украине. На жаль, сегодня мы видим, что КАДА полностью провалила боротьбу с коронавирусом. Но тут существенно у нас же в день проведения местных выборов будут проводиться и до выборов в парламент, по 28 округу, где вы баллотируете с Олег Полевич. У вас там высокие показатели. Я так понимаю, что вы как раз среди тех, кто точно не заинтересован в том, чтобы выборы отменялись. Я просто не вижу представлений для того, чтобы скасовывать выборы. Больше того, если уже говорить, то по закону эти выборы должны происходить еще в серпе месяце. Центральная выборчая комиссия получила сообщение и в протяжении 10 дней по закону должны призначитывать выборы. По команде из администрации президента они призначитывали эти выборы на осень. То есть, в супереч вимогам закону. Потому что они боятся моей победы. Олег Валерьевич, в завершении, к вам, чтобы не задерживать. Если говорить о заинтересантах, да, уж извините за такое определение, потому что часто говорят и эксперты, и политики в тех или иных вопросах, чтобы понять, что является корнем вопроса, но в частности, да, кто актуализирует эти разговоры, кто об этом все чаще и чаще говорит, зрите в то, кому это выгодно. Кто прежде всего будет являться в положительном смысле бенефицаром происходящего. Кто это может быть? Вы сказали о том, что власть, то есть действующая партия власти слуга народа, или не только? В первую очередь, власть, потому что власть програют все эти выборы, потому что за несколько месяцев не програют. Ну, в первую очередь, украинцев, власть, очевидно, что люди очень повлиялись. Когда Кочеренко, пан Кочеренко, рассказывает о том, что управление какого-то не имеет никакого управления. В Украине полный хаос и бардак. И тому страждают, в первую очередь, люди, которые не видят будущее в родной стране и вымушены ехать по кордону. Ситуация в Киеве, на мою думку, зрозумела, потому что тут величезные сконцентрованные ресурсы, но абсолютно некомпетентная влада. И через это Киев, ну, он страждает в это, и кияне страждают. Саме тому команда радикальной партии запропонует кандидата на мэра Киева, достойную людину, как раз и надо навести к Киеву. Ага. Олег Павлович, а вы прежде говорили, что не будет двигаться от радикальной партии в столице. Вы изменили решение? Мы просто спостерегали за тем, кто высуивается, и мы вырешили, что кандидатура от радикальной партии будет самая достойная, которую кияне поддерживают. И про 208 округ. Я хотел бы сказать, вы загадали про мои рейтинги высокие. Так, у меня, правда, там высокие рейтинги. Но главная проблема, которая сегодня есть в 208 округе, где я буду балотироваться до парламенту, и Центральная виборчая комиссия меня уже зареєструвала, это загроза подкупу и фальсификации. Сегодня кандидат от партии влади, партии влади, которая рассказывала, что они другие, чем Порошенко, которая рассказывала, что будут жить по-новому, так вот делают все эти старые схемы фальсификации и подкупы. Сворюют мережу подкупу, сотники, десятники гроши розвозят по всех районах моего округа, людей подкупляют, уже раздают по 400 гривен до выборов, потом обещают после выборов по 400 гривен. У меня вопрос, где накрали, где встыгли за рік накрасти столько грошей партия влади, эти зеленые, невыгласы, что уже сегодня подкуповывают людей. Какие у вас есть моральное право рассказывать, что вы служите на руках, когда вы у мамы одинаковых забрали допомогу державную, забрали бэббэйбоксы, ваша Третьякова рассказывает, что дети из бедных семей неповноценны, и вы подкуповываете, принижуете людей, покупывая их голосы. Олег Верещук, с вопросом к вам, возможно, с ответом на сказанное вам, Ирина Верещук? Пане Олеже, скажите, пожалуйста, вы привели в приклад пана Порошенка, который своего часа пытался так отменить выборы, потому что хотел подольше оставаться у влады. Сегодня «Слуги народу» на местном уровне нет, а так и оставаться никому. Почему вы считаете, что влады выгодно оттерминовать, и как вы считаете, что прогрош будет тоже оттерминовано, или как? Потому что вы говорите, что 25 жовтня влада програет, а позже влада выиграет. Паня Ирина, влады это выиграет с одной причиной, потому что иначе она пролетит, как фанера, как вы над Киевом летаете. Вот так и влада пролетит на местном уровне. Это все? У вас ответ есть? Да, кратко. Можете ответить? Хорошо. Олег Верещук, спасибо большое. Я благодарю, что вы нашли время. Олег Лешков был с нами на прямой связи лидер радикальной партии. Мы ждем, когда вы объявите собственного кандидата в столицу, в мэры Киева. Продолжение следует...